В республике проходила информационная кампания 16 дней активных действий против гендерного насилия. Участники инициативной группы, которую возглавили Людмила Капушева и Екатерина Борисова, встречались со студентами, давали им практическую информацию по защите себя и своих близких от насилия. Общественные деятели поделились итогами своей работы и рассказали о предстоящих задачах. Проблема гендерного насилия – непростая тема, но вы не побоялись ее. Мы не знаем точной статистики, но известно, что ежегодно сотни женщин погибают от рук своих мужей. И это, если мы берем крайний случай. Но в большинстве своем, особенно на Кавказе, женщины часто умалчивают о проблемах, которые происходят в их семье. Вы как представители общественных организаций, как общественники, в чем вы видите решение этой проблемы? Мы сейчас исходим из того, что насилие – это плохо, и акцентируемся на вот это. А как раз таки мы в своей информационной компании акцент перемещаем на то, чтобы построить мир без насилия, ненасилия. Даже аккаунт, который мы поддерживаем и развиваем в рамках информационной компании, называется «Ненасилие КЧР». И когда мы говорим вот с этой точки зрения, с точки зрения добра, скажем так, с точки зрения того, что мы человечно должны относиться друг к другу вне зависимости от каких-то гендерных или еще иных каких-то признаков, совершенно акцент смещается. И очень интересно наблюдать на встречах с учащимися колледжей, вузов, СУЗов, где мы вот уже были во многих из них, как меняется вообще их взгляд и их подход. Потому что когда мы приходим и задаем вопрос, что такое насилие, первое, что говорит, ну это когда бьют. И дальше, когда мы разбираем, что виды насилия бывают разные, бывает экономическое, бывает психологическое, вот даже крик, да, какое-то обесценивание – это тоже насилие. И когда мы говорим, что мы хотим выстроить новый мир, мир без насилия, чтобы каждый человек был счастлив внутри своих личных границ и не нарушал чужие границы и не позволял нарушать свои, вот здесь, наверное, происходит какой-то перелом сознания. А именно в переломе сознания – начало того, чтобы действительно мы сделали шаг к этому новому миру. То, чем мы сейчас занимаемся, информационная компания наша в этом году состоит в том, что мы проводим просветительские мероприятия, информационные мероприятия с лицами 18-20 лет, с обучающимися. И это профилактика насильственного поведения вообще, не только семейного насилия, да, но и, допустим, насилия там в рабочих отношениях, просто в обычной жизни, в обычных бытовых вещах каких-то. И правильно Людмила сказала, я хочу это подчеркнуть. Мы создаем обстановку принятия, понимания. И такую обстановку, что наши участники начинают рассказывать свои истории. Хотя нет такой цели у нас, они рассказывают свои истории, примеры, когда они почувствовали насилие на себе или когда они проявили насилие. Мы также учим инструменту обозначения своих границ, противостояния насильственному поведению в свой адрес, да, когда, например, такое понятие, как активное согласие. Мы очень сильно уделяем этому внимание. На любое предложение, которое носит в себе насильственный, можно сказать, да, там, характер, да, когда уговаривают, когда заставляют, когда берут на слабо. Мы объясняем, что ваше право сказать нет. И нет – это всегда нет. Мы, когда приходим в колледжи и в любой учебный коллектив, контактируем прежде всего именно с теми лицами, кто воспитательной частью занимается. Я хочу сказать, что от них мы получаем очень активную обратную связь. Даже мы, наверное, не ожидали, потому что эти вопросы действительно возникают в коллективах. У них есть контакт со своими учащимися. Есть индивидуальный запрос, да, не такой не коллективный, а именно когда они индивидуально работают со своими учениками и говорят о том, что как хорошо, что вы пришли, вы поговорили. Я знаю, то есть не обозначая персонали, я, говорит, знаю, что вот в этой аудитории был человек, у которого есть проблема, и он очень, он не выступал, он не участвовал, он ничего не говорил практически, но он очень внимательно вас слушал. И то, что я с ним разговаривала, я с ним работала, это одно, а вот то, что вы пришли и рассказали, дало для него какую-то другую систему координат и очень сильно, наверное, ему помогло. В последние годы в стране появляются общественные организации, которые призваны помочь женщинам, подвержившимся семейному насилию. Как вы думаете, насколько эффективны такие организации? Если раньше обратиться за помощью к психологу, это был какой-то нонсенс, да, а, что там, у тебя с крышей что-то не так там или что-то, да, то сейчас уже есть запрос на это, то есть к нам обращаются женщины, которые говорят, мне нужен психолог, я сама не могу выйти из этого состояния. И она прежде всего, запрос у неё именно на то, чтобы ей помогли психологически, а это первый шаг к тому, чтобы восстановить своё психологическое здоровье, сделать к этому первый шаг, осознать, вот в какой ситуации она находится, насколько она реально тяжёлая, насколько она реально без выхода, без выходных ситуаций не бывает, пока человек жив, всегда есть выход. И это, ну вот, мой жизненный принцип, да, который мы тоже транслируем вот сейчас. И через это дальше уже следующий шаг идёт, когда она понимает, куда она готова идти. То есть никто никогда ни в одной общественной организации насильственно не будет изымать женщину там из семьи, насильственно кого-то спасать, ребёнка или ещё что-то. Для этого есть, если мы говорим о детях, то для этого есть уполномоченные по правам ребёнка, и активно они работают, и мы всегда об этом тоже на встречах говорим, и даём их контакты. Но есть телефоны горячей линии, есть отдельно телефоны горячей линии для детей, для подростков, есть телефоны горячей линии федеральных общественных организаций, которые именно для женщин, которые подверглись насилию или живут в каких-то тяжёлых условиях. И вот этот первый шаг, он даёт, мне кажется, вот эту дверь, этот выход, этот свет, куда дальше она может обратиться. У нас в республике, допустим, нет кризисного центра, куда бы женщина могла временно переселиться, переждать, прийти в себя, найти выход из своей жизненной ситуации, где бы ей помогли и юридически, и психологически. Но такие кризисные центры есть в других субъектах, с ними есть тоже связь, и в принципе мы можем связать этих людей и помочь с тем, чтобы они туда поехали, и там им помогли уже более профессионально. То есть работа общественных организаций эффективна в какой степени? В той степени, насколько она востребована. А мы сегодня видим, что эти горячие линии и работа этих именно общественных организаций, она действительно востребована. Вы видите ситуацию, насчёт которой вы хотите посоветоваться, или, не дай бог, с вами случилась такая ситуация. Через наш аккаунт в Инстаграме Ненасилия КЧР можно в Директ прислать ваш запрос, и мы вас и проконсультируем, и подключим специалистов, юристов, психологов, которые смогут вам помочь в вашей ситуации. Но, как правильно сказала Людмила, необходимо согласие самого участника. То есть сам человек должен согласиться на эту помощь. Он должен принимать решение, хочет ли он как-то улучшить ситуацию, которая есть, или избавиться от этой ситуации, выйти из этой ситуации, начать новую жизнь. И тогда найдутся люди, которые ему помогут, помогут довести это дело до конца. Мы знаем много таких историй, которые нам говорят о том, что люди ситуацию эту переламливают и становятся совершенно другими. Находят, допустим, работу, приезжают в другой город, уходят от абьюзера. Это можно довести до конца. Ну, ломать стереотипы не так просто. А стереотипы о женской доле, о том, что жить ради детей. Надо сохранять семейный очаг. Да, много стереотипов, которые мешают женщине вспомнить и знать о своем чувстве достоинства. Вот разрушить эти стереотипы, что можно и нужно жить по-другому. Ну, это всё постепенно. Со взрослыми людьми очень трудно работать, да. И даже в работе, допустим, психолога и, ну, так называемой жертвой, мы так стараемся не использовать эту тему, но тут он необходим, да, чтобы было понятно. Тоже нужно обоюдное желание. Психолог не может работать насильственными способами. Убеждать, уговаривать, манипулировать, шантажировать. Он должен добиться согласия. И эта совместная работа только придёт. Ну, вот всё, что мы можем, мы делаем. Мы сейчас профилактику. Мне кажется, как раз, да, информационная компания призвана вот для этой категории женщин, да, вообще показать, что, в принципе, есть выход и есть инструменты, которыми они могут воспользоваться. Потому что, когда она закрыта, она одна на один со своими проблемами, она уже не далека от реальности, она реально вообще не оценивает ни себя, ни абьюзера, ни ситуацию. Это очень сложная психологическая ситуация на самом деле. И говорить о том, что жертва вот не уходит, это её выбор, крайне неправильно, крайне неправильно. Жертва не уходит, потому что она не видит этого выхода. И вот наша задача показать, что этот выход существует. Есть вот такие-то инструменты, вот туда-то вы можете позвонить, вот здесь вы можете получить поддержку. И прежде всего, это уже само по себе знание может поломать, не то что мировоззрения этого человека нет, но поломать эту ситуацию, когда человек может протянуть руку за помощью. Спасибо, спасибо вам большое. Субтитры подогнал «Симон»!